МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Антон Хатиновский. Ну а судно-перевод осуществляет моя коллега Айгуль Стамбекова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вице-министр рассказала о том, каким образом будут формироваться накопительные счета детей, основанные на инвест-доходах нацфонда. Подробно остановились на пенсионном обеспечении. Рассказав о предстоящем повышении пенсии на 27% в течение 5 лет, Айгуль Стамбекова отметила, что на сегодня в нашей стране порядка 325 тысяч женщин не имеют дохода. Это значит, что при достижении пенсионного возраста они будут иметь право только на назначение базовой пенсии, размер которой чуть более 20 тысяч теней. Чтобы исправить ситуацию и оказать поддержку женщинам, министерством планируется модернизировать программу «Серебряный возраст». По этой программе лица предпенсионного возраста могут привлекаться на социальные работы, но сейчас возраст ограничен с 58 и выше. Мы планируем с 2023 года, чтобы в этой программе принимали участие женщины, от 50 и выше. Будет выплачиваться заработная плата таким женщинам в размере 100 тысяч тенге ежемесячно. Будут производиться соответствующие отчисления. И, естественно, при достижении пенсионного возраста эта женщина будет иметь право и на базовую пенсию, и на солидарную пенсию, и на пенсию из накопительной пенсионной системы. Лицом к лицу прокурор области ЖТСУ Мадиар Башибаев встретился с населением Сарканского района. Глава ведомства ответил на вопросы местных жителей, а также дал ряд поручений ответственным лицам района. Количество правонарушений в Сарканском районе снизилось почти на 5%. Общее число преступлений также уменьшилось, отметил прокурор района Ергалий Алибаев. Он подробно рассказал собравшимся о проделанной в регионе работе. По направлению надзора за законностью уголовного преследования проделан ряд работ. В частности, было освобождено 24 необоснованно арестованных лица. В этом году четверо. Из здания отдела полиции освобождено трое незаконно задержанных. Прокуратурой района возбуждено в общей сложности 12 уголовных дел. Из них одно с фактами пыток и еще одно с фальсификацией доказательств. Это тот факт, когда сотрудники полиции, чтобы показать свою работу, придумали уголовное дело. По всем направлениям работы в районе прокурор области ЖТСУ Мадияр Башибаев дал ряд конкретных поручений. Так, 180 тысяч гектаров пустующих земель должны пойти на пользу местному населению, подчеркнул он. Также необходимо повысить правовую защиту сельских жителей. Количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 200%, мошенничество на 140%. Это большой показатель. Возьмите эти вопросы под особый контроль. Потому что, в частности, проживающие в сельской местности граждане живут своей жизнью зачастую по незнанию сразу же, отдают все свои деньги в руки мошенникам. Раскрытие преступлений – это ваша прямая обязанность. Вопросы земельных отношений, выделение участков и пашин, обеспечение водой, ремонт дорог, трудоустройство – эти вопросы чаще всего звучали из уст местных жителей. По всем обращениям должны быть приняты справедливые решения, подчеркнул областной прокурор. Стоит отметить, что подобные встречи запланированы также с жителями разных сел района. Дина Буранбаева, Шалкар Нурмухамед, Жаслан Шинкенжи, Телеканал ЖТСУ. Свидетельство о рождении теперь можно получить онлайн. Для этого нужно подать заявку на платформе Каспий Ки-Зет. Как поясняют разработчики, необходимо ввести имя ребенка и данные родителей, а затем выбрать сон, где родители хотели бы забрать документ в печатном варианте. В Минздраве предупреждают, что при оформлении данной услуги через интернет заявителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении, то есть показать свое лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не могли получить доступ к личным документам. Безопасность на дорогах и профилактика правонарушений стали главными темами заседания постоянной комиссии о законности и соблюдении правопорядка. На встрече в стенах Дома ветеранов местные депутаты, полицейские и общественники обсудили самые наболевшие вопросы. За 9 месяцев по городу Талдыкуган наблюдается небольшой рост общего количества преступлений. Это по информации Управления внутренних дел связано с январскими событиями. Обратили внимание собравшиеся и на то, что только на одной улице Жан-Сугурова ежедневно фиксируется порядка 40 различных нарушений правил дорожного движения. По этому вопросу в первую очередь ведется работа по усилению цифровизации правоохранительных органов. Так, в нынешнем году в пяти транспортных развязках установлены камеры Сергея. А на следующий год, рассказали полицейские, в Талдыкугане планируется поставить уже 50 подобных видеофиксаторов. В целом же, говорят члены комиссии, их работа направлена на совместный поиск решений проблем. Совместная работа депутатов городского Маслихата и работа нашего городского управления внутренних дел, я думаю, дадут положительные результаты по обеспечению правопорядка в предстоящих наших выборах, в предстоящих наших жителей нашего города, чтобы они жили в безопасном именно городе. И мы хотели выставить свои вопросы по решению данных вопросов. перед нашим городским акиматом о выделении финансовых средств, что можно будет решить для улучшения нашего правопорядка, чтобы снижение криминогенной обстановки. Талдыкурган готов к зиме. В настоящее время в тупиках угольных складов находится 8,5 тысяч тонн угля. Власти взяли на контроль цены на черное топливо и обеспечение им населения. Как только выпадет первый снег и начнется похолодание, спрос на уголь будет резко расти. Всего в областном центре действует 12 угольных тупиков. Обеспечение твердым топливом находится на контроле акимата. Сделано это для того, чтобы не допустить ажиотажа, который случается практически каждую осень. В целом потребность угольных тупиков в городе Талдыкурган на отопительный сезон 2022-2023 год составляет 168 тысяч тонн. Из них с 1 июня на сегодняшний день реализовано 63 тысячи. У нас в городе Талдыкурган реализуются два марки угля – это харажра и шваркуль. Дефицита твердого топлива нет, говорят и сами потребители. Несмотря на скопление машин у точек продаж, все они в порядке очереди спокойно загружают уголь. Ежедневно на угольные тупики прибывают 6-7 вагонов. Мы каждый год покупаем отсюда уголь. Качество чёрного топлива очень хорошее. Меня всё устраивает. Сегодня я купил 6 тонн угля. В среднем каждый месяц в Талдыкурган для нужд населения поставляются 90 вагонов твёрдого топлива. Весной и летом этот показатель намного ниже. Стоит отметить, средняя цена угля в регионе составляет от 14,5 до 17 тысяч тенге. Пройти бесплатный скрининг обследования до конца ноября могут жители области ЖТСУ. Профилактический медицинский осмотр лиц определенного возраста помогает на ранних стадиях выявить факторы риска и опасные заболевания. В крупных населённых пунктах они проводятся по месту прикрепления. Для жителей же отдалённых сёл организован выезд передвижных медицинских комплексов. В области действует 5 таких медцентров на колёсах в виде автобусов и 2 на базе КАМАЗов. Комплекс состоит из специализированных кабинетов, оснащённых цифровым оборудованием. Это кабинет общего приёма, зона приёма анализов, тесты функциональной диагностики. Можно сказать, это поликлиника на колёсах для отдалённых сельских округов, где для охвата скрининговыми следами населения именно для сельских жителей. Как послание президента последнего 1 сентября, именно в отношении модернизации сельского здравоохранения, вот эта вся работа поэтапно продолжается. Подвела под монастырь. В Талдыкургане задержана подозреваемая, обманным путём вынудившая студентов оформить кредит. В общей сложности потерпевшие потеряли свыше 14,5 миллионов тенге. 10 студентов ЖТСУ и два сотрудника ВУЗа подали заявление в полицию на коменданта общежития. По утверждению одной из потерпевших, женщина, ссылаясь на больного сына, просила студентов о помощи, агитируя их взять товарный кредит на крупную сумму. По данным полиции, подозреваемая, которой оказалась 41-летняя комендант студенческого общежития, была задержана, но по состоянию здоровья помещена на лечение в больницу. По данному факту, начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Сейчас представители правоохранительных органов выясняют, причастна ли подозреваемая к другим преступлениям. Самую красивую девушку выбирали в Талдыкургане, в Доме культуры села Отинае. Состоялся финальный этап национального конкурса красоты «Мисс Талдыкурган-2022». За звание первой красавицы города боролись 11 девушек. Все они победительницы районных конкурсов. Долгожданный финал Талдыкурганского конкурса красоты получился ярким. Из 25 участниц, отобранных на кастинге, в финал вышли самые достойные. 11 очаровательных, умных и красивых жительниц области ЖТСУ. Цель данного мероприятия – это выбрать самых сильнейших и красивых девушек нашего края. Это город Талдыкурган. Для того, чтобы в дальнейшем больших конкурсах, это «Мисс Казахстан», «Мисс Вселенная», чтобы выиграли наши самые красивые девушки. Девочки, которые участвовали, они были очень хорошо подготовлены. Нам, как в качестве жюри, очень было трудно выбрать красивых, сильнейших и талантливых девушек. В финале красавицам предстояло пройти через три последних тура состязания, в числе которых представление из себя, интеллектуальный конкурс и дефиле, демонстрация модной одежды и вечерних платьев. Конкурс «Красоты Мисс Талдыкурган» проводится при поддержке конкурса «Красоты Мисс Казахстан». Мы ежегодно проводим, нам дают свои правила, мы по этим этапам проводим вот этот конкурс. На протяжении всего конкурса признаются участницы. Несмотря на волнение и честную конкуренцию, девушки поддерживали друг друга. И в последние минуты перед оглашением результатов искренне желали друг другу удачи. Я спонтанно решила участвовать в этом конкурсе и решила пойти по стопам мамы. У меня мама молодости тоже участвовала в этом конкурсе. Конкуренция, ну, скорее всего, да, но мы со всеми девочками очень хорошо и близко сдружились, и я буду очень рада, если каждая из них выиграет. У меня просто очень много эмоций, мне очень нравится участвовать в этом конкурсе. Спасибо за это мероприятие. По результатам конкурса самой красивой и умной девушкой Талдыкургана стала Мадина Турдаш. 22-летняя выпускница Житсуского университета сегодня работает в ведущей мероприятии. По мнению жюри, она лучше всех отражает колорит края Житсу, олицетворяя собой женскую красоту Великой степи. Я стала мисс Талдыкурган этого года, чему очень рада. Желаю каждой девушке, которая участвовала, удачи. Никогда не отчаивайтесь, вы самые красивые. И я считаю, что на конкурсе «Мисс Казахстан» я достойно представлю свой город Талдыкурган. Вместе с титулом Мадине Турдаш был вручен подарок от спонсоров – ноутбук. Теперь красавице предстоит отставить честь города Талдыкурган на республиканском конкурсе красоты «Мисс Казахстан». Оружен Тнеебаева, Ерлана Замбай, телеканал Житсу. Шестилетний мальчик погиб от полученных травм, упав со скачущей лошади. Трагический случай произошел 11 октября в селе Жируик Панфиловского района. Накануне мальчик со своим отцом выехал на пастбище. За поселком он решил покататься на лошади, которая, не подчинившись, понеслась в скач. Выпав из седла, ребенок запутался ногой в стремени скачущего коня. Мальчика доставили в больницу Жаркента с тяжелыми травмами, где он позже скончался. Медики диагностировали у ребенка перелом в височной части головы, а также ссадины и ушибы по всему телу. Мальчик 2016 года рождения был младшим ребенком в семье и учился в подготовительном классе. 20-летний таксист занимался сбытом наркотиков в Астане. В столице был задержан водитель такси на автомашине Лада Гранта. Как выяснилось, чтобы не привлекать лишнего внимания, мужчина арендовал автомобиль. В ходе обыска в салоне под водительским сидением было обнаружено 35 полиэтиленовых пакетиков с наркотическими веществами, расфасованными для реализации. Общий вес составил порядка 200 грамм. По данному факту проводится досудебное расследование. А в городе Уральск произошел пожар в колонии общего режима. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. На место срочно выехали экстренные службы пожарные и полицейские. Пожарные автомобили на территорию впустили только после тщательного досмоза. Подробности чрезвычайной ситуации выясняются. Напомним, данный режимный объект уже попадал в поле зрения журналистов в 2013 году, когда в колонии барачного типа произошел массовый бунт заключенных, который продлился несколько дней. Шторм Джулия добрался до Мексики, вызвав наводнение в городе Акапулько. Буквально за полчаса вода затопила дома местных жителей, уровень воды поднялся на высоту 1 метра. Что привело к повреждению имущества и гибели животных. Сообщается, что порядка 200 домов были полностью разрушены стихией. Для помощи в ликвидации последствий наводнения в пострадавшие регионы прибыли военнослужащие. Казахстанский велосипедист стал чемпионом мира среди андеров. Международное первенство в этом году проходило в Австралии. Там уроженец области ЖТСУ Евгений Федоров лидировал первым на групповой гонке протяженностью 170 километров. Стоит отметить, что в последний раз казахстанские спортсмены показали такой результат в 2012 году. И вот спустя 10 лет триумф удалось повторить. Евгений Федоров, гонщик республиканской команды «Астана Тима», одержал самую большую победу в своей карьере и получил золотую медаль чемпионата мира. 22-летний спортсмен в финале состязался с чешским гонщиком Матиэсом Вачика и оказался быстрее. Сам Федоров признается, что очень рад победе и считает ее заслуженной. Да, к этому очень долго шел. 10 лет уже в спорте. Спасибо всем за поздравления. Спасибо всем, кто болел за меня, кто верил. Евгений Федоров также отмечает, что несмотря на звание чемпиона мира, ему еще есть куда расти и развивать свой талант. Кроме того, спортсмен уверен, что его успех на мировой спортивной арене даст виток в развитии велоспорта среди молодежи. Это большая победа не только для нашей области, но и для всей республики. Еще в 2018 году Евгений Федоров показал, что он сильный спортсмен, став чемпионом мира среди подростков. Мы все верили в его победу, и он оправдал ожидания тренеров и болельщиков. Стоит отметить, что казахстанские спортсмены показывают значительные результаты не только в велоспорте. Совсем недавно в Хорватии состоялся чемпионат мира по стендовой стрельбе. В нем два казахстанских стрелка, Асем Оренба и Эдуард Ещенко, завоевали бронзовую медаль в командном поединке. Сборная Казахстана одержала победу в матче с Черногорией по мини-футболу, а казахстанский теннисист Александр Бублик прошел в четверть финала турнира во Флоренции. Победой Казахстана завершился отборочного турнира чемпионата мира по футзалу. В матче с Черногорией сборная нашей страны буквально разгромила соперников. Казахстанские футболисты выиграли со счетом 5-1. Благодаря этой победе наша сборная набрала 6 очков. И теперь положение команд в группе после двух сыгранных матчах выглядит следующим образом. Казахстан 6 очков, Словения 3 очка, Черногория 0. Казахстанский теннисист Александр Бублик прошел в четверть финал турнира во Флоренции. В матче второго круга наш спортсмен встретился с французом Корантеном Муте. Встреча, длившаяся 1 час и 25 минут, закончилась победой казахстанца со счетом 7-5 и 6-4. В четверть финале Бублик, являющийся первой ракеткой Казахстана, сыграет с американцем Джеффри Джоном Вульфом. Он дознер Муханбетова по материалам интернет-ресурсов. Таким был день глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова